Внутри модной и шляпной мастерской не было ни спартри, ни отделки, ни безголовых манекенов. Это фраза из известного романа Ильфа и Петрова «12 стульев». Так вот, в маленьком райцентре Глуск была знаменитая не только во всем Советском Союзе, но и в Германии мастерская популярных тогда шляп «спартри», что означает в переводе с немецкого «шляпы из осиновой стружки». В местном краеведческом музее посвящена экспозиция единственному в Беларуси производству. В 1905 году в Глуск приехал немецкий мигрант. Он увидел, что на территории Глуска, Глуского края, растет очень много осины. Человек был очень предприимчивый и решил производить осиновую стружку. Передо мной это осина. С помощью вот этого предмета, который называется «нарезка», нарезались полоски. Рубанком, тонким слоем снималось 11 тоненьких полосочек осиновых. И уже надомники, в каждом доме еще существовал надомный труд. Женщины, дети плели осиновую стружку и сдавали потом в квартель «спартри». Мой отец строгал, в том числе в деревне многие строгали. Это все было на зимний период, когда не было работы на поле. На этом мы зарабатывали зимой некоторые денежки, очень скудные, но вместе с тем это было. И вся деревня наша этим занималась, и не только наша. А дальше оно уже ушло на промпереработку, шляпы, фигурки разные и так далее. Из этих рогожек в 1962 году наша кондитерская фабрика «Коммунарка» заказала коробки для конфет. Делали стельки. Все здравницы Крыма были украшены нашими деревянными шторами. Производство осиновой стружки просуществовало до 1985 года. Все, что вы видите перед нами, это принесли жители Глузка. Сохранились у них дома такая осиновая стружка, потому что родители, родственники, бабушки, прабабушки работали на этом предприятии. Чуть позже был открыт чемоданный цех, и в Глузке выпускались чемоданы фибровые. Вот, Глузский промкомбинат, фибровый чемодан. Осиновая стружка – тонкая, нежная, словно атласная лента. За годы она не состарилась, сохранила свойства и даже цвет. Сейчас депутаты инициируют возобновление этого ремесла для изготовления сувенирной продукции, чтобы возродить бренд Глузского района. Шторы, да, ну может это не так, как шторы были, это были жалюзи все-таки, наверное, первые жалюзи. Сейчас хватает там пластиковых, бамбуковых всяких. А здесь свое производство, свой материал, осины много в нашем районе. Поэтому, я думаю, это будет не проблема и с сырьем, и с продажей. И, по-моему, все предприятия, организации, которые захотят как-то продать свой товар и украсить каким-то необычным образом, ну, я думаю, найдут спрос и найдут предложение в этой осиновой стружке. Будет одна из инициатив следующих. Мы постараемся воплотить в жизнь это. Значит, и, возможно, с участием нашей даже Могилевской областной ассоциации, они поддержат нашу инициативу, ну, для дальнейшего развития этого производства. Это очень важно, конечно, и главное, что это реально абсолютно сегодня возобновиться. У Глузского хватает осины, и есть место, где можно сделать ее производство. Поэтому я согласен принять участие в этом мероприятии однозначно и подтолкнуть. А талантливые люди на Глузске все время были. Все время были, потому что там лозоплетение, соломоплетение, стружка это было. Такие чисто народные бандарства. И сегодня я знаю, что там есть пару мастеров, которые прекрасно делают и бочонки, и другие бандарные изделия. Депутаты Глузского райсовета, они же реконструкторы в Патриотическом клубе «Солдаты Победы» при историко-культурном комплексе Ления Сталина, в зале Великой Отечественной войны Краеведческого музея организовали уроки мужества не только для школьников, но и детсадовцев. Мы решили в этом году в рамках Кода однородного единства проводить патриотические мероприятия и проводить в музейной экспозиции уроки мужества, чтобы это было понятно, наглядно и детям было доступно через музейные предметы рассказывать историю нашего родного края. Это все наши экспонаты, которые участвуют непосредственно в реконструкции, соответственно, они в обиходе. Поэтому мы разрешаем детям их потрогать, пощупать, поскольку данное мероприятие именно тактильно, оно все-таки лучше воспринимается детьми, когда они все это померяют на себе, прочувствуют тяжесть оружия, соответственно, быстрее и лучше доходят на них. Что-то из них – это оригинальные вещи того периода, что-то из них шьют наши, скажем так, швеи, что-то шьют наши мастера, соответственно, что-то делаем сами, именно по тем лекалам, по тем образцам. На мне форма образца 1935 года – красноармеец РКК с петличками, ну, на начало войны, на период. Как вы знаете, в 1943 году она поменялась, уже стали погоны, соответственно, все эти два периода мы реконструируем. Мы индивидуально, конечно, подходим к каждому ребенку, смотрим в зависимости от возраста. Подача материала у нас немножко разная. Если это дети младшего возраста, конечно, это более в игровой форме, в такой увлекательной. Ну, более взрослое поколение, старшие классы особенно, с учетом того, что у них более глубокие знания уже в географии, в истории, можем давать материал более углубленно, но самое главное – это сформировать чувство патриотизма и показать с исторической точки зрения, как происходили события, как развивалось военное дело, как наш советский народ на тот момент проводил мероприятия по защите нашей страны. Притом особо акцентируем внимание, что не только военнослужащие, не только солдаты Красной Армии, офицеры принимали участие в боевых действиях, но сражался весь народ. Наш депутатский корпус занимается, и это радует не только благоустройством территории, наденем порядка, аковской территории, заборами, но еще, значит, вот наш депутат, Точинный Роман Александрович, один из представителей депутатского корпуса районного, значит, ведет уроки патриотизма, показывает детям дошкольного возраста, школьного возраста, как должно быть, значит, как это все происходило. Люди благодарны, благодарны, что вот у нас есть такая, значит, инициатива, и это инициатива самих, значит, не только депутатов, но и активных граждан. Это вторая школа Глузка. В прошлом году здесь провели капитальный ремонт внутри здания, а фасад был обновлен только с лицевой стороны. К этому учебному году преобразился весь внешний вид учреждения и задний двор. Сейчас это все выполнено, подъездной путь сделан, все покрашено, школа полностью готова к принятию, значит, школы и к новому учебному процессу. Первоначально было финансирование Всемирного банка, и вот не хватило этого финансирования, и поэтому помог областной бюджет. Все работы были выполнены из областного бюджета. Это лучший подарок 1 сентября – Дню учителя. Вот сравните съемки весной 2020 года и в августе 2021. Для нас лето 2021 было тоже насыщенным, продолжалось благоустройство школьной территории, высаживали клумбы, закупали розы, туи, готовили площадки для отдыха для детей, групп продленного дня, выставляли новые уличные формы. В общем, работали все – педагоги, и дети, и родители, и бригада школьная была по благоустройству. Так что все постарались для того, чтобы школа была в таком красивом обличье к 1 сентября, и чтобы все с удовольствием переступили порог обновленной школы. С 1962 года, когда это здание было построено, практически ремонтов не проводилось. Поэтому, конечно, и кирпич, и вид фасада, и сама территория – все уже требовало кардинальных изменений. Поэтому, конечно, все, что мы видим сегодня – это огромный плюс всем нам, всем, кто помогал, кто выделял деньги, кто заботился о здоровье и учебе наших детей. Фойе первого этажа и гардероб помогли обустроить из средств районного бюджета. Так что 1 сентября школа действительно во всей красе встретит учеников. Депутаты Глузка позаботились даже о колокольном звоне в церкви Рождества Христова. Мне удалось вместе с хорошими людьми, моими товарищами, найти средства и купить комплект колоколов. Сейчас следующая задача – сделать купол и купить главный колокол. Он килограммов 80, мы уже зондировали, стоит. У нас уже есть подходы. Спасибо Владимиру Александровичу Раевскому. Он поддержал, и лесхоз будет делать это в качестве благотворительности грузки. А потом, естественно, а может и параллель, иконостас. В этом месте культовое сооружение появилось в 17 веке. Правда, в эпоху атеизма храм стал кинотеатром. До недавнего времени был рестораном. Но под современной обшивкой с далеких времен сохранились стены 80-90 сантиметров шириной. Это старая кладка, и та стена, старая кладка, сохранилась, которую мы видим. То есть она всюду такая, но здесь мы просто начали реконструкцию, и мы видим, настолько она очень приятная. Даже и не думали, что наше восстановление начнется с колоколов. Мы в первую очередь планировали, нужно сначала крышу переделать, кресты поставить, колокольню поставить, а потом уже будем думать и о колоколах. Все-таки это, так скажем, недешевое приобретение. Но неожиданно вдруг Анатолий Тихонович звонит и говорит, а если мы начнем реставрацию с колоколову, а колокольню потом поставим. И вот так все это довольно быстро зарешилось. Это эскиз храма, внешнего вида храма, который мы постараемся восстановить. Эта скатная крыша заменится вот этими арками. Вот арка поперочная, арка продольная. То есть фактически мы, фактически вот здесь вот две иконы стоят, это фактически под центральным крестом. Я буду все делать для того, чтобы церковь возобновилась, потому что очень много прихожан, они хотят ходить именно в эту церковь. Все же это намоленное место, очень традиционное. Нынешний стадион находится на историческом для оглузка месте. Шесть веков назад здесь был замок. В советское время промкомбинат, где изготавливали изделия из осиновой стружки и фибровые чемоданы. А сейчас здесь собираются все, кто любит здоровый образ жизни. Я занимаюсь в спортивной школе. Вот, ну, поддерживаю себя в форме, чтобы хорошо себя проявить потом и все. А каким видом спорта занимаешься? Биатлон. А здесь какие тебе тренажеры больше всего нравятся? Любые, разные. Ну, что нужно поддерживать себя. Тут бываю каждый день. Людей много приходит. Занимать места надо, чтобы потренироваться. Вот все. И сколько примерно ждать приходится? Пока, ну, тренируется. Уличные тренажеры взрослым и подросткам подарили депутаты. Идея площадки родилась по инициативе Светланы Александровны Шутовой. Значит, она депутат палаты, я депутат областной погрузку. Мы с ней переговорили. И усилиями при финансовой поддержке ассоциации местных советов депутатов областной и немножко районного совета вот получилось то, что получилось. Но нам ее надо доделать. А доделать в плане того, что, если вы заметили, там нет основания. Сейчас очень начнется, хотя площадка пользуется очень большой популярностью. Начнется осень, начнутся дожди. И ясно, что будет вытоптано и некомфортно будет. Поэтому сейчас я, в частности, занимаюсь тем, чтобы найти ни много, ни мало 4 тысячи рублей для того, чтобы приобрести, уложить основание, резина битумная, для того, чтобы люди могли заниматься фактически круглый год. В 2019 году на стадионе была выполнена реконструкция по замене беговой дорожки, ограждения, сидения новые поменяли, освещение. Здание детско-юношеской спортивной школы было отремонтировано. Установлены вот эти две замечательные детские площадки, на которых мы тоже в 2019 году, приходя с детьми, понимали, что нам некуда себя деть взрослым. Ну и, в общем, воплощали это не один год. И в этом году это получилось. И, по-моему, все рады, все довольны. Пляж в деревне Ольница этим жарким летом стал настоящим курортом для жителей не только Могилевской области. Это первый пилотный проект в Гулузском районе. До этого года, рассказывают, место было запущенным. Но после ремонта шлюза открылась красота местной природы – озеро в лесу. Посмотрели, что очень все красиво, замечательно, и решили сделать благоустроить берег этого озера совместно с Гулузским лесхозом. Еженедельно для отдыхающих завозятся дрова. Ну, вы понимаете, чтобы люди не ходили с топором, не искали где-то что-то срубить и как. Поэтому еженедельно. Не боялись пожароопасности? Нет. В целях пожарной безопасности везде вокруг сделаны минерализованные полосы. Эти скамейки сделаны из дровяного дуба, который заготовлен в лесу, и дровяной сухостойный дуб, который, как деловая дровесина, не идет. Отдыхающие ведут себя очень культурно, поэтому очень благодарны. Ни мусора, когда было, ничего не оставалось. Все было в мешках. Мы были даже удивлены, что люди хорошо относятся, ничего не поломали, ничего лишнего никогда не бросят, не изуродуют, ну и мусора не остается. Если там поставить какие-то объекты торговли, там аттракционы, то ясно, что будут деньги. А если человек приехал просто отдохнуть, покупаться с семьей, с детьми, то на такой природе, в сосновом лесу, то главное, чтобы он после себя оставил точно то же, что было, когда он приехал. Чистоту и порядок. Убрал за собой аккуратно, ничего не ломал. Это самое главное. А если человек получит доброе настроение, здоровье, пребывание, так от этого выиграют все, безусловно. Очень важно не только иметь инициативу, но и приложить все усилия для изучения механизмов ее реализации. Глущено богато на талантливых людей, по словам депутатов, на прием многие приходят не только решать собственные проблемы, а приносят план любопытных инициатив, общественной значимости, желая по-настоящему преобразить свой родной уголок. Редактор субтитров А.Семкин